Следующий вопрос. Если человек нашел или обнаружил верблюда в таком месте, в котором есть опасность, что его могут съесть крупные хищники, от которых он защититься не сможет, или этот верблюд недалеко от страны неверующих, дару-ль-харп, то есть от земли неверующих, то есть верблюд может уйти к ним и они его заберут себе, и тогда этот хозяин, то есть хозяин этого верблюда точно останется без своего верблюда. В этом случае можно ли его подобрать с целью доставить этого верблюда его хозяину, или найти его хозяина. Калебну Кудамафильмугни, говорит Ибну Кудамафильмугни в своей книге Аль-Мугни. Если человек нашел верблюдо в таком месте, в котором есть действительно опасность для этого верблюда. Как если он найдет верблюда на земле, где много сиба, то есть кого хищников. Так что человек, у него есть превышающее предположение, то есть наверняка думает, то что этого верблюда съедят львы, или другие какие-то хищники. Или если этот верблюд находится далеко от земли неверующих. То есть он беспокоится о том, что люди, неверующие, могут забрать его себе. Или находятся верблюд в таком месте, где живут люди, которые не уважают имущество мусульман. В том смысле, что не придают ему значения и могут его забрать, могут его своровать и тому подобное. Как допустим на землях Хавариджи может быть такое и тому подобное. Или такое место, которое находится недалеко от Хавариджи. И Хавариджи делают такфир тем людям, которые живут в этой местности. Соответственно, не считают себе запретным забирать это имущество. Могут прийти и забрать его и тому подобное. Говорит Хавариджи Тейм, как например, долина Тейма. Или если человек найдет верблюдо в таком месте, в котором вообще нет ни воды, ни мара, то есть ни травы. В этих случаях, говорит, более правильным является то, что разрешено забирать такого верблюда именно для хранения. То есть для сохранения его, а не для того, чтобы затем забрать его в свое владение. И в этом случае уже тот, который заберет этого верблюда, не несет за него ответственность. То есть этот верблюд у него уже будет каким образом находиться? Как вадья, как вещь, оставленная на хранение. Если она у него погибнет по его вине, он будет нести ответственность. Если погибнет без его вины, то не будет нести ответственность. Потому что это уже забирание верблюда для того, чтобы спасти его от гибели. Поэтому это похоже на то, что верблюда спасли, допустим, от пожара или от воды. То есть когда он тонул. И при этом, говорит, как должен человек поступать с этим верблюдом? Должен ли он держать его у себя, объявлять о нем и тому подобное? Нет, говорит. Если он забрал верблюда, то он должен передать его правителю или его заместителям. То есть различным институтам, которые установлены правителем. Но даже если он оставит у себя этого верблюда и будет объявлять о нем год, через год он не имеет права забрать этого верблюда в свои руки. Потому что шариат не пришел с таким установлением, которое бы разрешало забирать верблюда в свои руки после объявления о нем в течение года. В отличие от других находок. Далее следующий вопрос.